Друзья, в эти непростые времена есть выходы для того, чтобы заработать денег и как-то пережить трудности. Если вдруг вас уволили с работы, либо сократили, либо по каким-то причинам вы лишились дохода, вы всегда можете, и у вас есть личный автомобиль, вы всегда можете воспользоваться тем, чтобы поработать в такси временно или постоянно. Пожалуйста, мы всех приглашаем. У нас очень крутой парк, у нас моментальные, реально моментальные выплаты. У нас офигительная служба поддержки, и мы подключаем в течение вот такусеньки короткого времени. Всех приглашаем, все, кто нуждается и все, кто планировал работать в такси, приходите к нам. Обязательно мы всех накормим, обуем и обогреем. Не грустите, все будет хорошо. Удачи! Красотка длинноногая, вот люблю таких женщин. Привет! Ты идешь, а я делаю комплимент твоей шикарной фигуре. Здравствуй, дружочек. Привет, привет. Привет, привет. Ничего, у тебя хорошая машина. Нравится, да. Ну, тут же дело в том, что не с машиной жить, как говорится, да. Надо, чтобы человек все-таки был. Сделаю все, что возможно от меня. Рассказывай, как ты дошла, нормально? Ну, да, все хорошо, все хорошо. Ну, я так еще по сайту поняла, что ты не симпатичный. О, спасибо. Знаешь, я на самом деле, ну, здесь мне не очень хочется, конечно, прибедняться, но я действительно на фотках, у меня с фотогеничностью не очень все. Я вот как-то, мне кажется, вживую все-таки чуть-чуть получше, чем на фотографиях. И какую бы позу я не принимал, а я, чтобы ты понимал, принимал много поз перед фотографом, все равно получается, ну, не очень. Нет, я думаю, что... Ой, ну, давай, набрасывай мне, набрасывай у меня. Сейчас прямо я, я молодею на глазах. У тебя все хорошо. У меня все хорошо. У тебя все хорошо. И у меня все хорошо. Слушай, ну, у меня правда все хорошо. Я, в принципе, если глобально, братья, то действительно я не... Неплохо себя чувствую во всех планах. Ну, а чем занимаешься вообще? И в этом плане я тоже чувствую себя неплохо. У меня есть общающие, если я вообще эти словом, то какие-то бизнес-процессы у меня протекают в жизни, которые, соответственно, позволяют мне чувствовать себя свободным. Такой важный момент. Независимым, да. Ты молодец, подхватил нужный вектор, да, свободного, независимого. Ну, а конкретно, может быть? Конкретно, может быть? Слушай, ну, конкретно, конкретно сейчас у нас происходит же ситуация, что импортные... Импортный импортный ритейл отскакивает, да, вот. И мы сейчас развиваем свои швейные направления, чтобы заместить, да, чтобы заместить... Да, вот эти все истории Чема и Зара и так далее. Может быть, мы вот в этом моменте сейчас выстрелим в разы лучше, чем даже происходит это... Странинг, да, это реально круто. Да, причем, что... Давай, 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 давай добавлю потом, пока ты расскажешь про себя, я, соответственно, подумаю... Ну, как ты думаешь, чем я могу заниматься? Ты фотомодель? себе вот это я угадал но ты прям вот и прямо деньги за это получая ты выглядишь ну ты высокая стройная и у тебя правильные пропорции поэтому это напрашивается самому по себе еще умные люди сказали надо развивать себе сильные стороны не слабые подтягивать а сильные то есть если природа тебя наградила какими-то внешними супер данными то надо их использовать не нужно выхтеть в библиотеке и изучать все книжки подряд чтобы это все это не твое слушай ну поэтому и вот да мы в общем мне кажется неплохо подходим друг да ты модель я бизнесмен идеально идеальная пара работает мама красивая правильно правильно вот такой диспаж и не должен зачем же ты так говоришь так как будто модели не работают за что тяжело я знаю долго старалась чтобы пробиться и не хочу знать как ты старалась но верю что старался более чем в рамках приличия слушай ну тогда может быть мы с тобой как-то раз у нас контакт налажен да может мы с тобой куда-нибудь так скажем направимся по какому-то может быть культурно развлекательным как на культурно развлекательным экспрессе в счастливый закат да смотри есть какие у нас все таки мы опять же в таком городе живем что у нас сам бог велел хорошую погоду устраивать какие-то пешие экскурсии может быть от памятника к ресторану и от от ресторана корабли куда пока ну ты знаешь кстати здесь тоже очень неплохо как вариант главное знать какой мне ресторан мне больше нравится ресторан тебе больше нравятся стороны нравится на кораблик мне тоже нравится мне все нравится тебе все нравится мне нравится хорошо тогда выбирай значит давай тогда сначала на кораблике покатаемся а потом ресторан пойдем вот только ты знаешь на самом деле я что-то вспомнила я думаю что у тебя свой кораблик мне лездася корабли прекрасно квартирку корабль любви а вот нормально зарабатывать я поздравляю тебя пасили молодчинка просто я увожу по прямо вот уже практически все устроила уже все готово все замечательно вот так что давай поедем ко мне сразу вот это точно воспевали классики тургенев ты серьезно ничего себе ну это прям это шок-шок-шок-шок там шок-шок потому что я если честно шок ну потому что как правило все немного не ну просто как-то неожиданно просто очень что конкретно нет меня конкретно ничего то есть нет меня удивил нет когда от мужчин исходит такая так скажем история то это понятно а девушки это это приятное удивление ты не думай не нет я не ломаюсь здесь нет я это не про это я стоп спокойно ремарка я приятно удивлен в приятном шоке я дофамины меня просто сейчас если бы они светились будут мы друг друга не увидели потому что глаза бы просто наслепли бы от яркости света конечно же я очень приятно удивлен и рад этому приглашению поэтому надо тебя так обрадовать я даже не буду я даже секунд горе адрес поехали поехали а можно знаешь заехать за шампанским давай давай и не только за шампанским мы заедем да нам еще нужно в один магазинчик будет заехать в оскону знаешь оскона скучат знакомые там матрас и кровать да все не точно это просто заказала я вообще классную кровать заказал да просто супер эти дамы что могут показать так нам и хочешь чтобы я и сюда засунул что крылья кровати она не влезет доставку закажем доставка закажем как будут ее там мы с вами пока чеку там попьем все дела не и там уже для нас с тобой разложит а сейчас ты начнешь я чувствую то и делай не на чем час не сплю понимаешь я сейчас приобрели на каком-то надувном матрасе чуть ли не на полу реально ничего не хочу спать мне все увлечь я все обставила все уже просто у меня просто ноль понимаешь я все потратил до копеечки и короче так подожди на самого главного у меня нет понимаешь сам как а у тебя плачен это вспомнили нет пока не оплачивать а ты хочешь заехать в магазин и чтобы я приобрел я просто мне немножко было бы неплохо и да а я еще хотел задать вопрос чего ты во время свидания решила закрывает они ну лаки логика здесь есть мы поедем а у тебя надувной матрас а ты думал что мы где с тобой будем на полу полу на полу я не потяну боюсь занозы у тебя у меня там еще пол тоже я понял так так что я думаю все таки хорошо а можно еще раз цена вопрос то какая сейчас то здесь честно говоря сама не помню сейчас я проверю так 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 слушай сто семьдесят тысяча сколько сто семьдесят это кровать сто семьдесят тысяч она из золота что там не только кровать там кровать матрас там как бы полный комплект а мотор матрас набили я стесняюсь спросить чем суши там ортопедический крутой матрас ты спишь на ортопедическим у меня по ну я на обычных сплю очень зря очень зря да я советую тебя тоже приобрести для себя полезно ты пока советуешь мне приобрести для тебя может тебе понравится и скажи для нас тогда мне будет проще переваливать эту всю историю скажи что я сейчас рекомендуешь мне приобрести для нас тогда давай для нас 170 ты приехал за мной такой так не дешевой тачки скажу а ты мне говоришь о том что тут я там несколько бизнесов прибыльные и так далее и при этом там кровати сто семь штук для тебя проблема нет тогда в чем чем дело про проблема в том что кораблик ресторан и прогулка до музея обошлись бы в разы дешевле если конечно ты не хотела на кораблике кататься месяц в ресторане абонемент купить слушай давай так мы люди взрослые так и когда лайкал мою страницу на сайте знакомства посмотрел фотки вообще но я видел что ты мажоришь мажоришь окружение окружение твою юга чуть-чуть древом также далеко до здравого смысла тебя занимаюсь и какие-то на вопрос у тебя слушай вопросов нет на знаешь чего я сейчас вспомнил я сейчас вспомнил офигительную тему одну мы можем вообще очень легко отскочить час с этим с этим вопросом легко у меня кореш кореш переезжает в другую страну вот сейчас да он продал квартиру но раз дает мебель даже не раз продает а раздает просто в хорошие руки чтобы побыстрее сводить квартиру не две недели все освободить квартиру и я точно знаю что у него от бабушки эту бабушкой квартиры подожди от бабушки у него стас осталась кровать кровать причем очень добротная деревянная такая знаешь сайт советская кровать мы там с тобой можем чего угодно делать она не развалится более того те скажу когда был молодой а на этой кровати к нему приходил тогда бабушки уже не было и мы там четко не делали на этой кровати частями с другом с другим почему 10 бустую но это это бесплатно то прикинь и она надежная потом все матрас купишь как бы им будет нормуль нормальная кровать после бабушки прикинь сколько сколько ей времени она еще жива не бабушка кровать ненормальная кровать нужно с нормальным матрасом и хорошего качества я заказал ее воскоре в чем проблема не подожди нам же сейчас надо как-то вопрос решить правильно сегодняшний вечер давай съездим за этой кроватью просто я закажу на газельки не грузовичков и и придащут нам чувак чок-чок спасешь меня мне кажется ты немножко что тебя смущает в этом моменте немножко не понимаешь чего-то да я тебе четко сказала а мы едем с тобой вас кону мы поменяем глаз кону на на кровать мы его если хочешь кровать и матрас чем проблема так смотри нам не надо бабушка нет бабушки уже нет осталось кровать от нее какая кровать бабушки ну а что ты переживаешь ты вообще видишь хотите покажу ремонтик у меня я верю не надо я верю что у тебя он нормальный все тебя что смущает то ты хочешь чтобы я в хату на крестовском поставила какой-то там кровать какой-то бабушки старую древнюю кровать она нормальная плотная там бабушка в ней даже ну под конец жизни даже не лежала особо вот в этой кровати она там может быть пару раз описывать в нее но опять обошел там все поменяны уже давным-давно ты уверен что ты бизнесмен вообще этот стендап комик какой-нибудь юморист слушай я вспомнил знаешь чем еще можем бонусом забрать бабки досталось фортепиано если ты играешь я тоже не играю но мы можем на фортепиано что-нибудь придумать все фортепиано мне не надо бабушки на кровать мне не нужна фортепиано мне не надо мне все как бы я тебя прошу просто ты можешь мне приобрести кровать которую я уже заказала ты не знаешь от чего и и матрас который я уже заказала давай посмотрим мы падали подъедем и посмотрим на эту кровать и на фортепиано это бонусом ты просто ну ты не понимаешь ну ты меня не слышу вообще почему служа ты меня слышишь бонусом пианино тебе пойдет научишься играть красный октябрь блин продайте его на авито ребят мне нужно мне нужно нормально нужно нормально кровать нормально а ты шаришь пианино по моему натуре красный октябрь называется прикинь это судьба и кровать это тоже судьба там даже если что по моему белье от бабушки осталось что-то нас времечко просто честно говоря что там надо по каким ну то есть мы что звонить мне другу не звонить не да блин жалко тебе на самом деле мне кажется это был бы выход вот нам сильно нам был бы выход нам был бы выход с тобой секторе просто сделал то что я тебя попросила поехала бы воскома купила мне этот матрас несчастные и все были бы сейчас даже я мужик я решил проблему я мужик я решил проблему я могу сейчас позвонить и просто мы съездим и все и все будет решено нет точно нет уверен там от и кровать уже не пахнет бабушка и уверяю тебя ну то есть там нет такого что знаешь фу это не оба бабушка спасибо большое давай так давай так ты стоишь из последний шанс мы сейчас едем с тобой магазин покупаем мою кровать так и едем ко мне и все будет замечательно перфекта либо ну либо я это по своим делам а ты едешь там к своему другу и себе там с кровати брать хорошо тогда давай так я выбираю поехать к своему другу на кровать бабушки я там подрачу и у меня замечательно пройдет вечер чистить нормально почему а все этим занимаются ничего такого ну бабушка удачи тебе сверху спасибо спасибо тебе скворить твоим до поняла с матрасом пока нет а что 170 тысяч вот 170 тысяч знаете как психологи рекомендуют проверять нужно ли вам эта девушка на одну ночь или она нужна вам на всю жизнь прежде чем ехать к ней в ручной форме полюбите себя если после этого вам все еще захочется к ней ехать значит это любовь а если не захочется значит вы меня поняли друзья мои 170 тысяч блять мне кажется что оценка ценностей в этом мире дала большой сбой и большую трещину люди не понимают ценность каких-то моментов особенно когда эту ценность должны оплатить другие дамы 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 не брезгуйте кроватями пожилых людей они пропитаны историей опытом и местами сами знаете чем но все равно все равно это самое главное без полот но девушку на оценку модели я люблю но 170 тысяч это сука ту мать а а вы пишите 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 а а у